Показатели 2021 года у нас лучше, чем показатели 2020. По рентабельности, если она у нас в 2020 году была 20%, то уже в 2021-23%. Зарплата тоже немалый фактор, который показывает, как чувствует себя сельхозпредприятие. Она тоже выросла до 34-х средних тысяч рублей по сравнению с 30-ю и 9-ю в 2020 году. Да, у нас индекс сельхозпроизводства ниже в 2021 году по сравнению с 2020. Все вы знаете, это произошло из-за того, что урожай был ниже в 2021 году по зерновым, чем в 2020. Но в целом индекс АПК был выше, он 101,7. Поэтому говорить о том, что год был сложный, да, но при этом он результативный. Значит, из ваших слайдов видно, что идет сокращение субсидирования. В цифрах вы говорите, что определенно такие, с учетом производственной инфляции 20%, то получается финансирование на цифровую соотносность уменьшается, ну, будем говорить, на 20-30%. Если быть откровенными и честными. По производственным процессам у нас не менее 30% инфляции. Это рост удобрений, горючих смазочных материалов техники, средств защиты растений, запасных частей, основных фондов техники и так далее. Вот здесь просто небольшая реманка. Вы согласны с таким суждением, что... Нет, конечно, не согласна с нами. Я вам говорила о том, что у нас идет рост поддержки. И на сегодняшний день, по сравнению с 2021 годом, у нас на слайде вы, в первом слайде вы увидели снижение, но я вам сказала, что это не только начало. Если посмотреть, какая у нас была сумма по госпрограмме в начале 2021 года, вот вы сейчас на слайде увидели, что 2021 год мы закончили с общей поддержкой 366, а начало года было 324. То есть в течение года мы добавили на отрасль большую сумму денег. И так же будет в этом году. У нас будет в этом году, в 2022 году, не меньше поддержки, чем в 2021 году. Сельхоз товаропроизводителей не увеличивается процент по кредитам, которые банки выдают. То есть как у нас было от 0 до 5, так и остается. Да, видимо, те, кто раньше получал 3% кредиты, будут получать под 4%. Те, кто под 4%, будут получать по 5%. Но не выше. Банки не имеют права в рамках льготного кредитования давать вам кредиты выше 5%. При той ставке рефинансирования, которую вы правильно заметили, Центробанк нам озвучил, не менее сельхоз, Центробанк, который на сегодня уже составляет 9,5, 5 для нас, сельхозпроизводителей, я считаю, очень хорошо. Да, действительно, банкам придется затужить пояса. Но мы с вами знаем, что последние 2-3 года банки очень хорошо зарабатывали. Поэтому у нас есть со своей стороны, мы стоим на стороне сельхозпроизводителей, и мы банкам сказали, да, вы будете меньше получать прибыли в этом году, но учитывая, что вы предыдущие годы хорошо зарабатывали, давайте этот год мы все-таки не будем перекладывать проблемы, которые возникают в целом, на сельхозпроизводителей. Поэтому вы, сельхозпроизводители, будете получать кредиты под 5%. Уважаемый президент, участники 33-го съезда, Ростовская ассоциация крестьянских фермерских хозяйств приняла обращение к съезду об отмене зерновой пошлины. У аграрии изымают в виде пошлины 7 рублей с каждого килограмма зерна. Привожу пример четкий на своем хозяйстве. Возьмите нахуй. Намолочено 9 тысяч тонн пшеницы зимы. Потеряно 63 миллиона. Получаю субсидию 2 миллиона 400. Вы нам расскажете про какие-то субсидии. Потеряно 63 минус 2,5. 60 миллионов потеряно. Поэтому я прошу съезд. Если вы согласны с позицией Ростовской Аккорды, поддержать меня аплодисментом. Что будет предпринимать правительство в поддержку сельхозтоваропроизводителей? Значит, не секрет, что цены выросли. Все смежные товары на смежные товары выросли от 30 до 300%. Нас еще обложили пошлинами. Я не услышал, как будут регулироваться цены на минеральное удобрение. Будут ли пониженные, мы будем покупать по пониженным ценам. Или же рынок будет на минеральное удобрение открыт минеральщикам. А нам, короче, все это будем покупать по рыночным ценам. Точно так же техника, точно так же РСМ, точно так же другие сопутствующие товары, СЗР и так далее. Будет ли правительство субсидировать это все нам? И стоит ли вопрос об отмене пошлин полностью правительства Российской Федерации? У меня такой вопрос. Что касается структуры себестоимости и затрат на производство продукции. Безусловно, мы видим и фиксируем рост. Именно поэтому целый ряд решений уже приняты. Но начнем с первого, о чем вы сказали, это минеральное удобрение. Вы знаете, что у нас с регионами с середины прошлого года сбит план поставки минеральных удобрений. Для того, чтобы зафиксировать объем минеральных удобрений, необходимых для проведения посевной кампании. Этот план у нас согласован с Минпромторгом и акцептован нашими производителями минеральных удобрений. Раз. Второе. Значит, у нас зафиксирована добровольная, зафиксирована цена на минеральные удобрения. И она существенно ниже, чем то, что мы видим на мировых рынках. Это два. Все эти цены на сегодняшний день есть официально выложены в торговых политиках наших производителей. Можно с ними ознакомиться. И более того, у нас все регионы, еженедельно мы проводим оперштаб со всеми руководителями АПК регионов. А сегодня по аммиачности, или в частности, мы видим даже некоторое снижение по цене. И она действительно существенно ниже, чем то, что мы видим на международных рынках. Мало того, для того, чтобы обеспечить нашу потребность в минеральных удобрениях в текущий период старта посевной кампании, уже принято решение об ограничении экспорта. Но это там самое прямое регулирование рынка. То есть закрыли производителям удобрения возможность продавать свой продукт по более дорогим ценам. То есть это уже решение принято. И, безусловно, мы будем в первую очередь ориентироваться на потребности наших аграрьев. Значит, я ждал именно этого ответа от вас. Значит, смотрите, как хорошо работает правительство, как парикмахер, который стрижет, почти навыкся нас, выстригает, да? И как с минералкой. Вот смотрите, 21-23 рубля. Было озвучено, что мы получим сервис по 21-23 рубля. Но в то же время есть коммерческая цена, которая более 30 рублей. Если вы озвучили 21-23 рубля, держите по всей стране. Второй момент. Ограничьте точно так же и стригите экспорт. Не надо выпустить их, но стригите точно так же, как нас, почтиналось. И тогда не будет таких цен. Потому что на сегодняшний день стоимость карбонида есть 38 рублей и 75. Почему 38 и 75? Почему так вот в этом упадал вопрос? Давайте по вашей конкретной ситуации дайте нам информацию. Мы посмотрим, кто вам продает по 38, по 75, какой поставщик, какой завод окружает, по какой цене. То есть в вашем конкретном случае готовы по всей цепочке пройтись. Еще раз повторяю. У нас, коллега, значит, в масштабах страны эта работа проводится в еженедельном формате. Если у вас есть в этом смысле сбои, давайте мы их отрегулируем. Сбои по всей стране. Селитра стоит, есть коммерческая цена и есть государственная. По государственной цене не купить ее, можно купить только по коммерческой. Значит, еще раз, коллеги, чтобы у всех было предельно понятно. На сегодняшний день экспорта минеральных удобрений вообще нет. То есть полностью весь объем производства переоретирован на внутренний рынок. И все регионы без исключения фиксируют на сегодняшний день больше объем минеральных удобрений в хозяйствах на текущую дату, чем в прошлые годы. Тогда почему они не падают? Они просто их не выпускают, они тормозят производство. Когда-нибудь вы все равно им откроете рынок. Если им закрыли рынок на два года, то тогда бы были все цены одинаковые. Но почему есть у нас коммерческая цена, и та цена, которая не рекомендуется? Сейчас, уважаемый коллеги, Андрей Александрович, ну давайте, не надо дискуссию, не надо. Много хотят спросить, тогда другие не спросят. Вопрос понятен, заместитель министра отвечает. Не надо каждый раз комментировать нам, не получат диалога. Теперь, что касается топлива. Значит, у нас этот вопрос был поднят на инциденте под руководством Дмитрия Николаевича Патушева. Значит, по топливу действительно мы видим рост по сравнению с прошлым годом, но по дизельному топливу, по бензину, в целом ситуация там рост в пределах 2,5% по году. По дизелю действительно мы видим увеличение более чем на 20%. Опять же, ситуация от региона к региону разная, в зависимости от завода-производителя и поставщиков. Минэнерго у нас этим вопросом занимается. Вы знаете, что у нас уже внесен проект по демпферу, по топливной составляющей. И коллеги рассчитывают на стабилизацию цен и некое снижение уже в марте текущего года. Поэтому этот вопрос поднят нами, взят на контроль. Рассчитываем, что коллеги из смежных ведомств в этом смысле плавно-плавно и планово отработают. При этом по дизелю рост еще раз есть, да. По бензину у нас все в целом не так критично. Что касается средств защиты растений. Значит, также мы проводили эту работу с регионами с конца прошлого года. Значит, сегодня мы действительно имеем определенную зависимость от поставки действующего вещества, которое у нас полностью по всем мире поставляется там практически с одних стран. Там идет это увеличение. Тем не менее, значит, мы рассчитываем, что сейчас закончатся определенные мероприятия в Китае, в частности Олимпиады, и цена будет стабилизирована. При этом на сегодняшний день проблем с обеспечением средствами защиты растений внутри страны у нас нет. Производителей достаточно конкуренция, достаточно серьезная на этом рынке. Различных поставщиков даже в разрезе одного региона хватает. Что касается непосредственно отдельной истории, можно посмотреть взаимодействие с нашим Росинхозцентром. Там такая работа также ведется, пожалуйста, в ручном порядке, если это требуется, готовы в этом плане отработать. Что касается еще, просто ремарку, коллеги, мы слышим, что действительно рост стоимости есть. Но вы спросите любую другую отрасль, у кого на сегодняшний день сохранена ставка по кредитам 5%? У производителей минеральных удобрений, у металла, у транспорта, у промышленности, у кого? То есть нам на сегодняшний день... Они не берут кредиты, я думаю, они зарабатывают хорошо. Наверное, вы лучше знаете, как ведут себя коллеги в других отраслях, но я вам хочу сказать, что в этом смысле деньги, которые берутся в хозяйство по ставке ниже ключевой ставки, но это очень комфортные условия поддержки, которые обеспечиваются за счет государственного финансирования. Вы смотрите, мы же гордимся, что мы первые стали в мире по производству зерна. Сегодня наш юг, я неоднократно выступал и говорил такие слова. Маржинальность ваша, там 120 тысяч, мы горды за вас. Я сегодня представляю Сибирь, Дальний Восток. Но маржинальность 22 тысячи. Испошли от нас, сибиряков и Дальнего Востока, забрать 7 тысяч рублей. Ирина Владимировна. Но никакого развития нету. Только вот на такой ночи мы можем говорить о какой-то дальнейшей работе. Нам тяжело. Мы живем регионом. Мы уже гордимся. Мы все делаем для того, чтобы отменить его в обязательном порядке. Игра, прошлогодняя продолжается игра с этими с удовольствием. В том году, прием все документы. Какая цена растет? Никакой реакции. Вот играемся в эту игру. Сегодня 21 рубль. Я сегодня, представители звонили, у меня есть на телефоне, я могу подойти и показать информацию. С кемеров поступает. Селитра. В объеме там 8-10 тысяч оплоченных не приходит. Нет этого механизма. Дело в том, что сегодня мы понимаем, сегодня надо Ростову отдать это все. Югу отдать, где сегодня сеемся. А ОМС, Сибирь сеется уже в апреле, в мае, потом с нами. Но проблема, она реально, она существует. Давайте мы приехали на съезд, давайте решать сегодня все вместе. Спасибо. Спасибо. Республика Крым. Республика Крым. Опеча Владимирович. Представление программ для Республики Крым. Я прошу учитывать ее особенный статус. Вы знаете, что мы находимся в особых условиях. У нас нет владельцев на Крымском канале. Мы живем в полу-пустыне. У нас цены на 10-15% выше, чем в макериковой части. На следующий день я покупаю солярку по 60 рублей. Сульфат аммония я купил по 34 рубля. Кредитование в банке – это только одни слова. Больше ничего нет. Я лично себе месяц работал с банком РНКБ. Отвез два ящика бумаги. И не был отказ с мотивировкой в том, что я не нуждаюсь в кредитовании. У меня большие остатки. Но это разве ответ банка? И еще вопрос. Скажите, мы работаем в рыночной компании? В рыночной. Тогда почему металл подражал на 100%? Дистопливо подражало на 30%? Средства защиты на 30%? Удопрение на 50%. А вы вели пошлины, и мы сейчас на каждой тонне теряем 7 рублей. Какая же рыночная экономика? И стоит задача поставить ограничение страны вообще на коллегу. На сегодняшний день Крым провел пассивную кампанию практически без удобрений. То, что министерство отчиталось, это все слова, цифры. Я знаю, что мои коллеги сеяли без удобрений. К чему это приведет? Через 2 года это будет понижение урожайности, а через 3 года это будет банкротство 30-40% вирыских хозяйствах. Человек Владимирович, давайте вопрос. Какой вопрос? Потому что по Крыму действительно у вас есть специфические условия, и у нас на Крыму действительно отдельные лимиты, даже по льготному кредитованию у вас отдельные дополнительные лимиты. Что касается ваших затратных частей из-за вашей удаленности, действительно, как и на Дальнем Востоке у вас затраты выше, но и цены у вас выше. Вот хочу сказать, что я вам не зря сегодня приводила цифры 2021 года. Рентабельность выросла по 2021 году. Мы сейчас мониторим. Я вижу, что в этом году затраты растут. Значит, мы будем думать, как сохранить рентабельность. Рентабельность выросла, а прибыль наша где? А вся прибыль наша вот в этих семей... У нас цены на продовольствие, к сожалению, выросли и растут. Ну нельзя же продовольственную безопасность обеспечивать за счет аграрии. Ну нельзя. Ну аграрии повышают цены так же, как повышают все страны. Ну где же повышают? Если мы сейчас 7 рублей с каждой тонны отдаем государству, на сегодняшний день, вернее в этом году, нам была обещана компенсация за потери к эксплуатации Польши. Крым получил 52 миллиона. 52 миллиона. И эти 52 миллиона получили 13 хозяйств в Крыму. Все остальные были лишены этого права. С моделировкой того, что мы уже получили несвязанную поддержку весной, вы не имеете права на вторую поддержку. Да. Это раз и справедливо, скажите. В правилах по 118 написано следующее, что деньги, субсидию на зерновые вы получаете, но не выше тех объемов, которые вы получили по другим видам поддержки. Если вы по несвязанке уже получили эту поддержку, то это будет двойное финансирование. Поэтому, как бюро вашего управления сельского хозяйства, оно считало, сколько вы получили субсидий. Если вы выяснилось, что вы уже все свои затраты перекрыли субсидией, соответственно, вам уменьшали ту субсидию, которую вы получили. Ну, вот тут надо просто сесть и посмотреть. Потому что вот вы все говорите, льготка нам нужна, на карман нам деньги нужны, на минералку нам деньги нужны. И в итоге, а деньги-то откуда взять? Вот они и деньги. Лизинг. Мы же в этом году увеличили поставки лизинга. Откуда деньги были взяты? Вот отсюда же. Принимает решение правительство Российской Федерации сам вверху. Вот те беспокойности, которые сейчас по пошлине говорят, наши уважаемые коллеги, мы все говорим по пошлину. Это очень важный фактор, который мы от имени съезда сформулируем и направим в самые высокие инстанции наши, чтобы от имени съезда фермеров попросить руководителей правительства решить этот вопрос так, как все мечтают. И мы так и сделаем. Клина Владимировна просто не может вам ничего сказать, потому что она не принимает решения. А мы с вами от имени съезда такое обращение напишем. Нам кто мешает? То, что каждый из выступающих говорит про пошлину. Это же серьезный знак, правда ли? Конечно. И мы напишем такое обращение. А Елена Владимировна просто не будем ее ставить в тупик, потому что она не принимает решения. Она как руководитель направления в Минсихозе. Наши вопросы там решает. И в Минфине, и в Минкомразвитии, и в целом правительстве. И наш она там помощник. Но вопрос попростен, она не решит. А мы, значит, наше мнение, нашу позицию, конечно, в решении съезда наметим и направим руководителям правительства. Ну, первое, по субсидированию. Хорошая вещь. Для чего это субсидия? Для того, чтобы поддержать нас. Нам субсидии нужны, допустим, были в конце мая. Мы получили в конце октября. Зачем они нам нужны? В конце мая запчасти 9-й перед уборкой нужны. Но субборка начинается 1-е июня. То субсидии мизерные. Субсидии должны быть еще... В начале года. Мы их деньги объявляем. Мы их купим бумагу. Раз 15-й возили до Турина. Пересдавали. Раз 15-й. Проверили. Хорошо. Перевозили. Вот поменялась бумажка, чтобы придумали новую, нас впустили с Москвы. Подвезли новую бумажку. Это одно. Так что... Субсидирование должно быть тоже пропорциональное. Ну как сравнить, допустим, полтора метра черноземок и у меня 15-20 метра черноземок. А там есть второй пункт еще, коэффициент урожайности. Дальше по ценам вы говорите. Мы, в моем хозяйстве находятся в Черноморской районе, самый запад Крыма. Самые дальние печеты Керчи. Там 480... 380 километров на Керчи. У меня цена самая низкая. Даже в Крыму. Или кто находится возле порта, допустим, недалеко, где сдают зерно. Транспорт, очень маленький. У меня очень большие транспорты. Кредитования в Крыму нет совершенно. Везде говорят повсюду, кредитования. Нет в Крыму. У нас два банка, которые... Владислав Владимирович. Кучу бумаг сдать и отказывают. Это тоже неправда полная. Дальше. Субсидии по зерну что-то давали, на пошлину. Они были объявлены на проданное зерно за границу. Да мне не было не сказано, что в ту субсидию уходит. Я не знаю, мне на что-то причина, что не надо было денег. Холдингом отмотали денег, им не нужны эти деньги. Отдали холдинга. После... Ну холдингом-то отдали вы точно. Холдингом 13 хозяйств его Крыма получили. Все остальные ни копейки. Дальше. Вот тоже такая просьба. Мы уже 4 года добиваемся через наше инициативное имущественное отношение, через наше правительство. Вопрос по налогам и по Крыму. По арендуемой земле. У нас особые условия. Мы получали землю по паям. Гектары у всех разные. Нас приравняли к материку. По метр квадратным платить. У нас если земля хорошая, то у меня 3 гектара земли. А у меня пайщик есть. 50 гектара земли. Он больше платит налога на землю, чем получает наредную плату. Обещал нам, наверное, у него лишь будет слава, чтобы мы не потеряли никаких региональных, хотя нас слышат. Мы не можем попасть к нашему поведению. Не впускают до нас. Да все, просто не впускают. Похруппа инициативная. Мы все-таки добивались, встречи были с нашим низом, отговорки и все на этом. Дальше. На сегодня у нас во всей России большая проблема с плодородием почвы. В плодородием почвы только органика. Животноводство почти никто не держит. Очень мало осталось. Я имею в виду малые формы хозяйствования. Поэтому единственный способ понятия платы – седираты, покровные культуры. И просьба ввести вот этот пункт в субсидирование объема, чтобы люди были заинтересованы седиратой, покровной культурой. У меня конкретный вопрос. Мы в 2020 году садимых культур получили средние по 55% урожайцев. В 2021 году сроку проделали Чельсово, Российский культбанк, Сарабанкомпании, Российский культбанк. Ну там беспрелижно. Вовремя мы оправлялись бумаги, документы. Приехали специалисты из Москвы. И с каждого поля контроль и ополу делали. И акты есть всякие. И ждем облачу от них. Седьмой бумаги приставили. Ответ получили вот такой. Платить основание, основание платить вам нету. Почему? Ваш район через них нет ключей. У нас в районном центре 4 датчика от инорных центров. А с районного центра до Ульяновской границы, 50-ка мы до нашего хозяйства, у нас ни каплика дождя не было. А там 2-3 дождя не прошли. Вот поэтому нам все создали правильный. Если у вас действительно произошла потеря урожая, которая зафиксирована по договору плановая, и второе, когда подтверждаются случаи метео, подтвержденные справкой Росгидрометра. Мы здесь неправомощны, либо не заплатить, либо какое-то иное решение. Здесь, если хотя бы один факт не подтверждается, мы неправомощны в соответствии с законом осуществить эту выплату. Мы, безусловно, разберемся в отношении вашего хозяйства и того случая, о котором вы упомянули. Но, еще раз подчеркиваю, за все время работы в компании и действия в компании мы осуществили порядка 4 тысяч выплат. Из них 80 выплат было оскорено в виде претензий. До суда дошло 14. Суд признал неправомощными действия, и мы пересмотрели свои решения только в 8 случаях. Так что, вот это мой краткий комментарий, а в отношении вашего случая, обещаю вам, мы еще раз поднимем и посмотрим. Какой бы сильной армией у нас не было, Россия не будет быть сильной, если она не сильная. Сильная Россия – это сильная Россия. Как бизнес, рассматривать фермерство, в сельский уголах нельзя. Сегодня сказать, что это профессия, нет, это наша судьба. Кто может выбирать такую профессию, фермер или чабан, вот он. Кто может быть кругом, судочью работать чабаном, без выхода, любой погоды, под дождем, под снегом. Как это расплатят? Если это была бы хорошая профессия, туда чиновник изверстия где отправить? Это сегодня делается без и без безусловности. Поэтому у нас тоже особое внимание сельским дружинкам, фермерам, с теми сельским.